Предлагаю начать наш разговор. Поприветствуем главу Хакасии Валентина Олеговича Коновалова. Политика доступности и открытости в действии. Одновременно с жителями республики и журналистами глава Хакасии общался около двух с половиной часов. Руководитель региона не пытался ставить эфирный рекорд. Вопросов и вправду было много. На горячую линию поступило более тысячи обращений. Подполье погреба, затопленные скважины через верх. Авария была из-за бродящего коня, разбили машину. Хозяина найти невозможно, потому что кони не таврёные. В здании нет горячей воды. Это производство, работа в кулинарии. Помимо личных проблем, людей интересовала экология, здравоохранение, проблемы ЖКХ, дороги. Кстати, насчёт дорог. По личной инициативе Валентина Коновалова Абакан от республики дополнительно получил 233 миллиона рублей. На эти средства планируется реконструировать две столичные улицы. Это ещё одно доказательство того, что противостояния, о котором говорят СМИ между региональными и муниципальными властями, нет. Если бы у нас были плохие отношения с городом, эти суммы республика бы туда никогда не направила. Так что не верьте слухам. Интересный факт. Глав муниципальных образований на прямую линию не приглашали. Однако исполняющий обязанности руководителя Абаканской мэрии сам пришёл на эфир и подтвердил слова главы региона. Всё, что было сказано Валентином Олеговичем, это действительно истинная правда. Никаких у нас конфронтаций, либо каких-то там таких разногласий нет. Под эти деньги изготовили проекты на реконструкцию полностью улицы Павших Коммунаров от Хлебной до Нагорной. И большой капитальный ремонт улицы Пушкина, далее от Кольца Некрасова до Жукова. Что касается республики в целом, то в Хакасии продолжаются строиться школы, детские сады, медучреждения. Отключая на вопросы, глава Хакасии подчеркнул. Программу сохранения и развития малых и отдалённых сёл никто не закрывал. Она работает. Средства на следующий год также заложены в программу «Дети-инвалиды». Здесь всё, что в наших полномочиях, в полномочиях региональной власти, мы делаем и меры предпринимаем. Закон будет принят или программа «Деньги заложены в бюджет 2020 года». За два с половиной часа глава республики ответил на десятки вопросов, в том числе на провокационные. Почему тогда вы так болезненно воспринимаете вопросы о зарплате? О зарплате своей и зарплате своих ближайших подчинённых. Вы можете сейчас признать или не признать? Вы давали популистские обещания во время предвыборной кампании в надежде на то, что их не придётся выполнять или нет? Регулярно посещаете многие федеральные мероприятия, экономические форумы, прочее. У меня вопрос, почему вы там никогда ничего не говорите? Вот ни разу мы не слышали вашего выступления, замечаний, рекомендаций, возражений, может быть. Вам микрофон отключают или вам нечего сказать? Подводя итоги, Валентин Коновалов подчеркнул, все неохваченные вопросы будут направлены в соответствующие министерства и ведомства и обязательно получат ответ. Полную версию трансляции можно увидеть на сайте tvrts.ru Не будем завершать, коллеги. Продолжение следует...